Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Коммуналка опять подорожала. Мы к этому привыкли и даже особо не возмущаемся. Действительно, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, электричество и газ, топление, канализацию, горячее и холодное водоснабжение уже начиная с 2013 года регулярно повышаются с 1 июля. С тем, чтобы не допустить взлета инфляции с начала года. И уже в августе мы получим новые жировки. Что они нам сулят? Власти, как всегда, сопровождают неприятную процедуру с покоительной риторикой. Тарифы обещают нам поднимутся, но всего лишь на 4%, в соответствии с плановой инфляцией. И в самом деле, стоит ли переживать? Ну, платили мы, к примеру, за коммуналку 10 тысяч рублей в месяц. Теперь будем платить 10 тысяч 400. Неприятно, конечно, но не катастрофа. Однако, не все так просто. Антимонопольная служба напоминает гражданам о том, что властям регионов дано право самостоятельно устанавливать предельные индексы. И поэтому в различных муниципальных образованиях могут быть зафиксированы разные проценты роста. В том числе и выше среднего по России. К примеру, среди городов Самарской области наибольший рост тарифов произошел в Чапаевске. С 1 июля 2018 года цены на коммунальные услуги там увеличились на 5,3%. На втором месте Самара и Сызрань. Здесь рост тарифов ЖКХ составил 4,8%. В Новокопышске этот показатель составит 4,6%. В Октябрьске 4,5%. В Жигулевске и Похвестнево на 4,4%. В Тольятти и Кеннеря на 4,2%. Увеличат цены на коммунальные услуги и в селах. Рост тарифов составит от 3,9% до 6,5%. Причем максимальное повышение ожидает жители из Передоновки, Старопохвестнево, Обшаровки, Приволжья и еще нескольких сел. Еще более пестрая картина получается, если спуститься с уровня региона на уровень конкретной квартиры. Скажем, в пояснениях ФАС присутствует такой пассаж. В новой жировке плата за отопление может не вырасти вообще, а на водоотведение увеличится на 5%, что в совокупности и даст рост общей платежки не более чем на 4%. Однако, если в привезенном выше примере вы получаете платежку не на 10,4%, а скажем, на 10,690 или 10,870 рублей, то лично для вас и вашей семьи коммунальная инфляция состоит не среднестатистически 4%, а соответственно 6,9 или 8,7%. Озвучена эта кутерьма с цифрами была еще в декабре 2017-го. В июле прошлого года тарифы также были подняты на те же 4%, но региональный журналист во всеуслышании во время телетрансляции сообщил, что в его субъекте услуги ЖКХ по факту подорожали гораздо сильнее, на 8,8%. Тогдашнему министру строительства и ЖКХ Михаилу Меню пришлось оправдываться, объясняя, почему устанавливаемые правительством тарифы, которые по идее должны быть предельными, на самом деле таковыми не являются. Главным злом министр назвал управляющие компании, которые копят на своих счетах средства граждан, честно заплаченные за коммуналку. В результате долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, теми, кто, собственно, и поставляет дома, воду, тепло и электричество, на тот момент превышали 250 миллиардов рублей. А существенная часть этих средств благополучно осела на личных счетах бизнесменов от коммуналки. Конечно, с тех пор кое-что изменилось. В частности, принят закон, позволяющий гражданам платить напрямую ресурс, не комменуя алчные управляющие компании. Но Михаил Мень больше не министр. Но фокусы с расценками ЖКХ, как видим, не закончились. Опять вместо предельных тарифов существует некий средний, да еще и различный по регионам, который обычный россиянин просто не в состоянии проконтролировать. И вообще, цены, тарифы, коэффициенты – все это напоминает мне фрагменты сказки про Буратино, где лиса Алиса делила пять золотых. И по справедливому замечанию кота Базилио обманула и запутала. Одно совершенно ясно, что нынешнее плановое, на первый взгляд, совсем не страшное повышение коммунальных тарифов еще влетит нам всем большую копеечку. Я Андрей Асташкин. Это была программа «Цифры». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин